Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». В начале этого года ему исполнилось 80, поэтому помимо кино мы будем говорить и про теннис. В студии народный артист Российской Федерации Александр Пашутин. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Добрый день! Здравствуйте, Женя! Смотрел сейчас одну из ваших бесед, где вы объясняли, как отговаривали дочь от того, чтобы она пошла в актрисы. И ваш аргумент был, что помимо таланта нужен еще и характер. И я здесь был озадачен. Разве актерам, актрисам нужен характер? Они же должны, наоборот, быть полностью служивыми людьми, под режиссерами ходить. Нужен характер. Характер нужен в любой профессии. В спорте нужен характер. В спорте соглашусь. Тут то же самое. Тут кто лучше. Ну как же то же. Режиссер Пашутин говорит, Саша, надо то-то делать. А Александр Сергеевич говорит, нет, я так не считаю. Нет, 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 такого не было. Но нужен характер. Характер в чем? Роль не получилось. Взяли на твою роль еще кого-то. Допустим. Вот не сникнуть, не смякнуть, не держать, уметь держать удар. Потому что удары бывают очень сложные. Вот, например, моя любимая там Люся Гурченко, с которой имел счастье сниматься. Как по ней били, когда вот там был период, когда ее не снимали. И это было очень тяжело. И там какие-то статьи были подметные. Это все равно характер. Выстоять, не спиться, не упасть в отчаяние, работать над собой, держать себя в форме обязательно. Это характер. Семейная жизнь тут может тоже у актрисы, там, Н, скажем, не складываться. Это тоже характер. Обязательно. Без этого нельзя. А у Гурченко вот этот период был, он из-за чего ее не снимали? Это было связано с политикой или с чем? Там, насколько я помню, то, что по телевидению было, значит, там были концерты. И были, потому что артисты же не очень... То есть левые концерты за ручки, как у Вадима Семеновича Высоцкого. Левые концерты, да, написали какую-то статью. Так же, как Марк Наумович Бернесин писали. Ну, вот такие вот. А там один звонок, партийный звонок. И могли просто человека взять и уничтожить. Сейчас такого не может быть? Ну, сейчас нет. Все-таки почему? Потому что тогда была монополия на актера. Мосфильм. Была картотека. И там что-то не понравилось. Могли взять, изъять, сказать, позвонить, изъять эту фамилию из всех картотек. И все, и человек не снимается. Ну, хорошо, он в Мосфильме снимается. Есть студия Горького, Ленфильм, Молдовафильм, Довженко. Вот, вот, вот звонят. Звонят на эти студии. Вот, вот, да. Пять звонков. Сколько? Две минуты. Позвонят, скажут, этого артиста не снимать. Все, какой-нибудь чиновник там. Все, этого артиста не снимают. Или какой-то конфликт там на Мосфильме. Вот, как Олег Иванович Борисов, великий актер, мой партнер, вот, как, когда он тогда отказался, не поладил с, за архи, по-моему, снял Достоевского, он не поладил с ним по концепции Достоевского. Он отказался сниматься. Вот, привет, характер. Такой, такой, как Борисов, таких вот, раз, два, да, на руке можно посчитать. Он отказался сниматься. Ему закрыли на Мосфильме всю эту историю, не давали сниматься. Но у вас были периоды, когда вас не снимали? Нет. Нет. Сейчас что-то не снимают. Вот, а так нет. Другое дело, что, ну, не всегда были там какие-то большие, крупные роли. Ну, разные роли, я на все шел. Я снимался, мне это нравилось, и по вся, по многим причинам. По причинам финансовым, потому что дочь, жена, и надо было кормить семью, и я убирал свое самолюбие в одно известное вам место, свое самолюбие убирал, и шел, снимался. Ну, вот как здесь характер и убрать самолюбие? А что делать? А что делать? Потом никто не знает, как дальше сложится судьба этого фильма. Никто не знает. Ну, а что? А как? А как? Характер, да, чтобы дочка гладала. Не доедала. Ну, до такого-то не доходило все. Не доходило, поэтому я и снимался. Ну, я знаю очень многих людей, у которых и до этого доходило.